С 21 октября перемещаться между областями Украины смогут лишь обладатели ковид-паспортов. Такое решение приняли в Кабмине. Украинцы к идее отнеслись настороженно, а вот многие европейцы по этим правилам живут уже не первый месяц. Причем украинские путешественники ощущают их на себе еще до того, как попадают в страну назначения. Привет, Одесса! Всех приветствую из Италии. Сейчас находлюсь в римском аэропорте Фьюмичино. Ну, что могу вам сказать? Квитки дешевые, а в дисциплине сувора. Перелит до серым тревает майже 2,5 часа, и весь этот час пассажиры должны находиться в лету в масках. Снимать их категорично заборонено. К слову, небольшой трип в Европу сегодня может себе позволить практически любой украинец. Перевозчики лоукостеры предлагают билеты по крайне приятным ценам. Однако, при въезде в любую страну важно обратить внимание на перечень необходимых документов. В условиях пандемии требования меняют довольно часто. Стосовно документов для выезда украинцам, для того, чтобы поступать в Италию, нужно иметь при себе, по-перше, сертификат про вакцинацию, а по-друге, результат негативного ПЛР-теста або антиген-теста. Но, возможно, не у всех запрошить обидва документы, потому что, особенно у меня, в Одессском аэропорте запросили лише сертификат про вакцинацию, а по приезду в Италию не запрошили никаких документов, вообще, кроме паспорта. Однако, в самом Риме ковид-сертификат вам 100% понадобится. В частности, его проверяют на входе во многие туристические места. На территории архитектурного комплекса Моносианской площади можно знаходить и слышать санитарных масок, а на входе проверяют на явный сертификат про вакцинацию. QR-код, который я показала SD, не спросила. Продолжение следует...